Новости на Дону Владимир Путином и выступит перед депутатами Госдумы. После этого Мун Джи Ин отправится в Ростов, чтобы поддержать сборную Южной Кореи, которая сыграет здесь командой Мексики 23 июня. Это будет первый визит главы Южной Кореи в Россию за 19 лет. Кроме того, Мун Джи Ин станет первым президентом этой страны, который выступит с речью в Госдуме. Не исключено, что вместе со своим коллегой на матч в Ростов приедет и Владимир Путин. В интервью газете «Известия» пресс-секретарь президента не отрицал такой возможности. Из-за долгов около 46 тысяч жителей Ростовской области не могут выезжать за границу. Данные сообщил исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов России по Ростовской области Евгений Казанов. Он рассказал про количество невыездных во время пресс-конференции в Дон Медиа. По его словам, в течение месяца ограничения в выезде за пределы России получат еще около 70 тысяч жителей региона. Из нынешних 46 тысяч должников почти 8 тысяч обязаны выплатить алименты. Пять временных консульских представительств откроют в России бразильские власти. Одно из них появится в Ростове, другие откроют в Казани, Самаре, Сочи и Санкт-Петербурге. В каждом будет не меньше трех сотрудников, в том числе консультант по юридическим вопросам. Для гостей из Бразилии выпустили специальный справочник о русских обычаях и законах. Его отпечатали тиражом в 3000 экземпляров. Раздавать пособия будут в российских аэропортах и бразильских консульствах. На чемпионат мира в Россию приедут около 60 тысяч болельщиков из Бразилии, сообщает информагентство «Этартас». Выставка о творчестве и жителей Донского писателя Михаила Шолохова открылась 8 июня в Ростове. Посетители смогут увидеть рукописи писателя, фотографии прототипов персонажей, пишущую машинку, а также узнают об истории создания Тихого Дона и историческом периоде, в котором жили герои произведения. По словам исполняющего обязанности заведующего Шолохов-центром Петра Шолохова, многие из экспонатов впервые покидают усадьбу. Сейчас будет представлена посмертная маска Михаила Александровича. Тоже ее впервые достали из фондов и решили показать. Сделали там небольшую инсталляцию. У нас же на усадьбе представлена последняя недокуренная сигарета. Ну, естественно, сигарету мы не повезли, потому что мы бы ее не довезли. Сделали имитацию, конечно, такой муляж сигареты. Тем не менее, 21 февраля поставили календарик этот, который у нас стоял, там как раз-таки на письменном столе. Помимо выставки в период Чемпионата мира по футболу в Шолохов-центре будет работать «Казачий городок». Специальная этнографическая программа с мастер-классами по народным ремеслам и донской кухне и выступлениями фольклорных коллективов. Выставка будет открыта до конца сентября. Итоги антинаркотических конкурсов подвели сегодня в областном правительстве и наградили победителей двух соревнований. Награды вручил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. Он отметил города и районы, которые лучше всего организуют работу с подростками и молодежью, а также журналистов, которые выпустили убедительные материалы, направленные на борьбу с наркотиками. Хочется отметить, что в этом конкурсе мы рассмотрели более 400 работ. Оба конкурса направлены на пропаганду здорового образа жизни, формирование у граждан и прежде всего у молодых людей нетерпимости к употреблению наркотиков и, как следствие, снижение спроса на них. Позитивные результаты антинаркотической работы отмечены в Ростове, Шахтах и Донецке. Призеры среди районов – Белоколитвинский, Семикаракурский и Тацинский. А в числе победителей конкурса «СМИ против наркотиков» программный редактор радиостанции «ФМ-на-Доно» Инна Панфилова. Ее работа лучшая в номинации «Победить наркоманию. Дорога в жизнь». На улице увидели человека, который под действием в наркотиках, как нам себя вести, что нам делать, нужно ли нам помогать этому человеку, нужно пройти мимо, чтобы не пострадать или же помочь ему. А если помочь, то как, каким образом. И вот ответы на эти вопросы мы как раз-таки искали в рамках интервью. Также в списке награжденных – журналисты из Ростова, Сальска, Донецка, Миллерово и Новочеркасска. В номинации для журналистов до 16 лет «Осознанный выбор» – диплом победителя у 11-летнего таганрожца. Жеребьевка группового этапа гандбольной лиги чемпионов состоится 29 июня в Вене. Об этом сообщает пресс-служба гандбольного клуба «Ростов-Дон». Команда представит Россию в соревновании. Для участия в главном турнире европейского женского гандбола заявились 20 команд со всей Европы. Еще шесть клубов подали заявки на попадание в турнир по системе «Вайлд Кардс». Специальная комиссия выберет лучшие из заявившихся команд и допустит их к участию в турнире. Жеребьевка квалификационного раунда состоится 27 июня группового этапа – 29. Окончательный список команд-участниц Лиги чемпионов станет известен 18 июня. Напомню, в минувшем сезоне «Ростов-Дон» добрался до финала четырех Лиги чемпионов. Это стало лучшим достижением команды за время участия в турнире. Это были новости «ФМ» на Дону. Телефон редакции 200 ровно 0849. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. С вами была Наталья Тарасова. И о погоде. Категория 12+. По информации гидрометцентра Ростовской области в Ростове-Таганруге ночью от плюс 13 до плюс 11 переменная облачность и без осадков. В ремонтном зернограде и Сальске плюс 13, плюс 11 также без осадков. Белой Калитве, Красном Сулине и Шахтах плюс 10, плюс 8. В Вешенской, Обливской от плюс 7 до плюс 5 градусов. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду. И о маленькой погоде. В хуторе золотой, что в Морозовском районе Ростовской области ночью ясно и без осадков на термометре от плюс 12 до плюс 10 градусов. Ветер северный 1 метр в секунду.